Три полных автобуса подъезжают на парковку аэропорта Магаз. В салонах 200 человек, которые уже в скором времени вылетят для совершения хаджа. Мужчины в белом одеянии. Это обязательная одежда для них. Женщины же вправе сами выбирать. Главное, чтобы все части тела, кроме лица и кисти и рук, были закрыты. Но, как правило, они тоже выбирают белый цвет. Он менее броский, да и в жарком климате Саудовской Аравии в такой одежде будет немного прохладнее. Уже на ингушской земле для будущих хаджи начинается их паломничество. Ведь, как известно, Всевышний судит по намерению. В числе паломников сегодня и семья Аздуевых. Айшет – одна из самых возрастных пилигримов. Даже восьмой десяток не стал преградой для нее на пути к паломничеству. Бабушка не сомневается, что с легкостью пройдет все обряды хаджа. Айшет – одна из самых возрастных пилигримов. Айшет – одна из самых возрастных пилигримов. Айшет – одна из самых возрастных пилинеров, по extraterrestых пилигримов. Айшет – одна из самых возрастных пилигримов. Айшет – улучшить пилигримов. В основном в числе паломников уже взрослые людей, но есть среди них и молодые. Многие совершают хадж впервые. Со спокойствием на душе начинают самое важное путешествие в жизни – будущие хаджи. Многие едут с родственниками и друзьями. Здесь много семейных пар, детей и родителей. А Исрапил паров летит вместе с другом. В этом году благодаря работе руководства республики и комитета по хаджу паломники летят прямым рейсом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Присвоение аэропорту Магаз международного статуса упростило процесс организации прямых перелетов. Из-за сложной политической ситуации российские авиакомпании не смогли организовать рейсы. Ингушская сторона договорилась с иракской компанией «Флайбагдад». В этом году впервые с нашей авиагавани совершает вылет нероссийская авиакомпания. Так как наш аэропорт получил международный статус, Амуд Али Макчарипович, вы как знаете, со своим приходом на должность главы республики согласовал все моменты, которые нужны. И сегодня, благодаря тому, что у нас свой международный аэропорт, при помощи главы, там огромная оказана поддержка главы, этом году паломники улетают с нашего аэропорта. Амуд Али Макчарипович, руководитель «Флайбагд» Этим рейсом летят ровно 200 паломников. Всего из Ингушетии в 2023 году святые места посетят свыше 1300 человек. Комитет по хаджу позаботился о всех организационных вопросах. Перелёт, размещение в гостинице, вблизи святых мест и организация питания. У нас со всеми паломниками постоянно поддерживается связь, руководители постоянно на связи. Они размещены на самом высоком уровне. Они сами удивлены организацией хаджи нашей республики в этом году. Из Ингушетии паломники полетели напрямую в Джиду. Оттуда на автобусах доехали до Мекки. На этих кадрах уставшие, но счастливые перегримы уже заселяются в гостиницу. Комитет по хаджу подготовил для них подарки, организовал чаепитие. Помимо Мекки и Медины, паломники смогут посетить Дейраты Святой Земли и совершить малый хадж. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.